Случается, что человек вдруг совершает несвойственный ему поступок. Или неожиданно начинает вести себя иначе. И осознав это, оправдывается. Не знаю, что на меня нашло. Это будто бы не я. Бес попутал. И так далее. А что же на самом деле происходит, когда мы кратковременно теряем контроль? Кто в этот момент руководит нашим сознанием? И чем опасны подобные состояния? Предлагаю сегодня разобраться в этом вопросе. За чашечкой крепкого кофе. Со мной жрицей культа предков Виктория Райвис. Человек не одинок в этом мире. Поэтому массовые настроения, коллективный энергетический фон, страхи и надежды миллионов людей, которые живут на нашей планете, не могут не влиять на каждого из нас. А возможно, подхватить чужую мысль или желание? Как противостоять групповой энергии, заставляющей нас следовать моде или менять себя? И что такое морок? Мое недавнее знакомство с новыми клиентами подтолкнуло меня на мысль поговорить с вами именно на эту тему. Мне кажется, что она будет интересна для очень многих. Что ж, тогда начнем. Я, наверное, никогда не забуду эту историю, поскольку впервые в моем кабинете оказалось две жены одного и того же мужчины. Лика, 27 лет, фотограф, в браке всего полгода. И Эмма, 35 лет, стилист, была замужем за Артуром 10 лет. Два года в разводе воспитывает их общую дочь Веру и беременна от бывшего мужа. Надеется, что будет мальчик. Наши предки без УЗИ лихо определяли пол будущего малыша, следуя проверенным приметам. Если беременная засыпает на левом боку, то родится мальчик, а на правом девочка. Тех, кто любит спать на спине, просили показать руки. Протянула их ладонями вверх – жди наследницу, а ладонями вниз – будущего защитника. Эмма и Лика вели себя очень корректно и очень терпимо. Хотя каждая имела претензии. Вернее, они обе обвиняли друг друга в колдовстве и во лжи. Лика считала, что Эмма приворожила Артура. Поэтому он постоянно ходит к ней под предлогом навестить дочь. А Эмма же категорически отрицала магические воздействия. Рассказала, что только один раз на нее что-то нашло. И она сама не понимает, зачем переспала с бывшим мужем. Женщина жалела и раскаивалась в своем поступке. Зато была уверена, что Лика, вопреки ее уверениям, не простила измену и навела на Эмму порчу. Она очень тяжело переносит беременность. И все время находится на грани потери ребенка. Из-за этого она вынуждена дергать Артура, просить его помочь или посидеть с дочкой. Лика злится и желает Эмме зла. Поэтому все повторяется по кругу. Женщины нашли в себе силы поговорить, но не поверили друг другу. Поэтому вместе пришли ко мне, чтобы я точно определила, кто из них и что на кого навел. Согласитесь, такую ситуацию разве что в кино себе представить можно. Но жизнь намного интереснее, непредсказуемее и увлекательнее фильмов. Поэтому мне пришлось поверить своим глазам и поверить своим ушам и приступить к работе. Довольно быстро я поняла, что ни на одной из жен нет следов проведения магических ритуалов и обрядов. Как вы понимаете, не бывает такого, чтобы воздействие было односторонним. И опытный специалист легко определит, кто делал привязку или наводил порчу. При выполнении ритуала приворота или порчи, первым делом у жертвы пробивается энергетическое поле. Происходит отток энергии и возникает большое желание его восполнить. И маг проводит канал к донору-заказчику. После завершения ритуала жертва не может уже обходиться без энергии заказчика и питается ее. Эта связь мешает каждому достичь успеха на своем собственном пути, потому что... Один стоит на месте, так как его держит второй, и наоборот. Плюс сущности, ждущие оплаты за помощь в преобразовании биополя, тоже притягивают энергию и провоцируют на негативные эмоции. Заказчик и жертва оказываются в положении хозяина с собачкой на поводке. И не заметить этот поводок просто невозможно. Не связывайте себя по рукам и ногам. Не портите жизнь себе и своим потомкам. Не поддавайтесь соблазну обладать другим человеком. Не называйте это любовью. Это не любовь. Любовь отдает, а не забирает. Узнали для себя что-то новое и полезное? Тогда не забудьте подписаться на мой канал и поставить этому видео лайк. Спасибо. Итак, две мои клиентки, бывшая и настоящая супруга, подозревали друг друга в магических воздействиях. Но я их не увидела. Эмми и Ликини стало от этого легче, так как проблема не решалась. Тогда я попросила показать мне фотографию Артура, чтобы посмотреть, есть ли привязки или порчи на нем. Вот на мужчине я увидела воздействие. Его же подтвердили мои карты Таро Райдес. Но это не было приворотом или порчей. На Артуре был наведен морок. И я уже знала, чьих это было рук дело. Морок – это вид магического влияния на разум человека с целью замены реальных представлений и мыслей на чужие или иллюзорные. Это подчинение воле с целью получения собственной выгоды. Человек на время перестает адекватно оценивать действительность и воспринимает все происходящее. И действует таким образом, как ему внушает практик. Все, думаю, слышали, да и употребляли выражение «не морочь мне голову». Вот ты заморочился. Морок еще иногда называют цыганской магией. Так как используют для обмана в бизнесе или в торговле. С древних времен существует примета, что если рассыпать мелкие монеты вокруг места торговли, то хорошая прибыль будет обеспечена. Я увидела, что на Артура, бывшего мужа Эммы и нынешнего супруга Лики, наведен морок с целью заставить его поступить иначе, чем он хочет. И сделала это его родная мать. Я четко чувствовала кровное родство и руку коллеге. Обе женщины поначалу обомлели от такого известия, а потом стали припоминать и сопоставлять факты. Мне пришлось покопаться в чужой работе, чтобы выяснить, чего хотела добиться свекровь моих клиенток. И вот что оказалось. Елена Семеновна, а так звали женщину, обладала силой и должна была передать ее младшей внучке. Поэтому она сделала привязку сына к его дочери Вере, стараясь сохранить с девочкой контакт. Артур постоянно бегал не столько к бывшей жене, сколько к дочке, что Лика приняла за приворот. Новая невестка не пришлась ко двору, так как в роду у Лики были священники. И это помешало бы Елене Семеновне передать дар девочке, рожденной в этом браке. Поэтому женщина подтолкнула Артура к измене с Эммой, рассчитывая, что Лика не простит этого. А вот узнав про беременность Эммы, Елена Семеновна напряглась. Потенциально Верочка переставала быть младшей внучкой, поэтому будущую бабушку это известие не обрадовало. И она постаралась помешать развитию плода. Именно это ее воздействие Эмма восприняла как порча со стороны Лики. Поняв ситуацию, мне еще предстояло разобраться с Мураком. Мысль – это вибрация, которая передается на очень тонком уровне. Идея, которую человек основательно обдумал, это сгусток энергии, который отделяется от своего создателя и начинает жить своей жизнью. Мысли разных людей, но которые думают об одном и том же, притягиваются друг к другу. Стекаясь в общее море, такие потоки мыслей образуют хранилище энергии, объединенных одной темой. Такое хранилище массовых энергий называют эгрегор. Энергия в нем преобразовывается, видоизменяется, дополняется, и любой человек может попасть под влияние коллективного сознания. Именно оно навязывает вам стереотипы и модные течения. И оно на время берет управление вашим сознанием. Признайтесь, утверждение, что цыганки – обманщицы и воровки – не ваше собственное, так как у единиц был подобный отрицательный опыт. Эта мысль навязана вам массовым сознанием и прочно закреплена в сознании. Но вы, завидев толпу цыганок, уже пугаетесь и спешите отойти подальше. То есть вы действуете, по сути, по чужим установкам. Ведь так? Прежде чем совершать поступок, задайте себе вопрос – это мое желание? Это мои выводы? Или это все говорят? И так модно. Оставайтесь при своем мнении, анализируйте чужой опыт и совершайте только свои собственные ошибки, а не чужие. Учитесь на них, исправляйте, будьте полноценными и самодостаточными людьми. Если было интересно и полезно, то дайте мне знать. Поставьте лайк этому видео. Да и не забудьте подписаться на канал. Так вы ничего не пропустите. По просьбе Эммы и Лики я сняла с Артура морок. Это был колдовской морок на подчинение воле. В обычной жизни мы чаще всего сталкиваемся с бытовыми мороками. И чем больше человек подвержен чужому влиянию, коллективной энергии Грегора, тем проще им управлять. Яркий тому пример – реклама, на которой люди охотно ведутся. Вполне возможно заразиться чужой идеей или поймать чужую мысль из таких источников и совершить нехарактерный для себя поступок. Потом, осознав содеянное, мы удивляемся, что же на нас нашло. Теперь вы знаете что и, надеюсь, сможете сказать себе «стоп». Это не мое решение, не мое мнение. Я беру паузу, чтобы просто подумать. Помимо снятия морока с мужа моих двух клиенток, я поставила и на Эмму, и на Лику защиту. Они обе нуждались в этом. Но поскольку Елена Семеновна добивается своих целей, она еще не раз будет пытаться ее пробить и снова взять под контроль сознание сына. Мне еще предстоит не одна встреча с девушками и нелегкая борьба с их свекровью колдуньей. Прошло еще слишком мало времени, чтобы и Эмма, и Лика разобрались в своих чувствах и поняли, что они действительно хотят и приняли решение. Я знаю одно, что ко мне на прием записался Арту, а это хороший симптом. Ведь вряд ли его мама одобрила бы этот шаг. Я расскажу вам потом, как будут развиваться эти события, если, конечно, вы захотите. Если хотите, то оставьте комментарий об этом под этим видео. Многим из нас родители или учителя говорили «думай своей головой». И это отличный совет. Ведь подчиняясь чужому влиянию, действуя согласно чьим-то установкам, мы совершаем все равно свои ошибки, а не их. За них нас ждет двойная расплата. За то, что натворили, и за то, что был ведомым, не подумал и не проанализировал. Так, может быть, стоит вдвое уменьшить эту расплату и для себя, и для своих потомков? Живите своим умом и будьте счастливы. Например, я очень хочу оставаться с вами на связи. Именно поэтому я третий год делаю для вас кофе с Райдос. А еще у меня есть телеграм-канал. Он называется «Райдотека». Подписывайся. Чтобы не пропустить важного, интересного и полезного для себя. И не забудьте проверить, чтобы у телеграм-канала «Райдотека» была синяя галочка. Меня зовут Виктория Райдос. Я жрица культа предков. И я собрала для вас самые интересные истории из моей практики. Для того, чтобы вы могли чему-то научиться. Должение следует... ТОН najст Fujian.